На них нападают, им мешают работать. Украинские журналисты в Крыму по-прежнему подвергаются опасности. За последние дни на полуострове неизвестные люди в масках и в камуфляже все чаще начали нападать на представителей прессы. У них забирают технику, не пускают на пресс-конференции, ограничивают права журналистов. Такой своеобразный бойкот украинским журналистам устроил Сергей Аксенов, который считает себя премьер-министром Крыма. На брифинге и пресс-конференции в Совет Министров он приглашает только российские СМИ и подконтрольные ему крымские. В то же время центральные телеканалы, информагентства Украины, а также зарубежные СМИ на мероприятия, устраиваемые так называемой новой властью, не пускают. Аксенов обвинил украинские СМИ в нагнетании паники и в предвзятом отношении к событиям на полуострове. Спокойно работать украинским журналистам не дает и так называемая самооборона Крыма, которую контролирует Аксенов. Бойцы в масках и с оружием не пускают тележурналистов с материковой Украины в Крым. Попасть на полуостров представителям СМИ помогла госслужба по чрезвычайным ситуациям. 6 марта специальным вертолетом из Киева в Севастополь прилетели журналисты пяти центральных телеканалов. Но только лишь они начали съемки заблокированной военной части, как на них набросились агрессивные митингующие. Пять украинских телеканалов, которые прилетели до Севастополя сегодня врань из Киева, пытались спілкуваться с военностями. Однако заблокированными местными журналистами, когда мы подошли, их было около 500. Вначале мы с ними спілкувались, они рассказали, что они не хотят объединяться от России, что они тут російський народ и не хотят быть с Киевом и с незаконной владой. Для того, как два оператора подошли ближе к войне военной части. Началась атака и штуканина с боку людей, которые заблокировали с боку местных жителей. Потом начался крик «Давайте бить пятый канал». Толпа набросилась на оператора пятого канала. Его ударили и пытались отобрать камеру. Коллегам удалось вырвать оператора из рук агрессивно настроенных людей. Журналистам пришлось просто бежать с места события. А накануне в одной из воинских частей Евпатории и съемочные группы телеканалов «Аль Джазира» и «Один плюс один» несколько часов блокировали неизвестные люди. Они не выпускали журналистов с территории части и требовали показать отснятый материал. Но даже после того, как телевизионщики показали видео, их все равно удерживали еще несколько часов. Национальный союз журналистов Украины осудил такие действия в Крыму. Они призвали стороны конфликтов не мешать работать журналистам. Тем временем одесские журналисты объявили бойкот своим российским коллегам, которые всячески перекручивают информацию о событиях в Украине. Они отказались от любого сотрудничества с такими российскими представителями СМИ. И инициировали акцию Андрей Анастасов, Сергей Осадчук, Александр Милюков и Ирина Назарчук. К ним присоединились большинство их одесских коллег. Мы решили, что любые телефонные звонки, которые там идут из Москвы, ну из России, да, мы видим на мобильных телефонах, любые контакты с редакциями, которые находятся в России, мы прекращаем. Просто не реагируем на них, никаких комментариев, никаких телефонных допомоги, какой-то контактами тех или других людей. Мы это не будем делать раз и на завтра. Потому что, ну вот, мы считаем, что это не журналистика, это уже идет просто какое-то киллерство. К этому бойкоту присоединяется и весь коллектив телекомпании Магнолия ТВ. Мы осуждаем российских журналистов за постоянную дезинформацию, перекручивание фактов и открытую ложь о событиях в Украине. Мы призываем своих коллег из соседнего государства вернуться к стандартам журналистики и перестать заниматься пропагандой. Ведь там, где начинается пропаганда, журналистика заканчивается.